Прископник, исправи стопы наших дел и в заповеди твоих молитвы, и в плечи сестра Матери и всех святых твоих. Аминь. Прископник, исправи стопы наших дел и в плечи сестра Матери и всех святых твоих. и всех святых помилует и спасет нас, як облако человека, губец. Из жития святителя Иоанна Задоусова. На прошлых чтениях мы слышали и о крестном пути святителя Иоанна, как он был о Волган, сослан ссылку по научению императрицы Евдоксии, как вскоре враги его были, говорит, наказаны Богом. Евдоксия умирает, говорит, в страшных мучениях в природах. Но когда святители Иоанна ввели ссылку, здесь это краткое описание его жития, а где в полном описание его жития, то там говорится такое, что когда его ввели ссылку, то воины, которые охраняли его, более всего опасались не разбойников, не врагов каких, а епископов и монахов. Потому что прямо было поставлено убить его. Но он умирает в ссылке своей смерти. И вот в городе Каманы были посланы почетнейшие мужи с серебряной ракой, чтобы принести святые мощи Иоанна Затауса с великим почетом, перенести им в город Константинополь. Это столица империи была. Когда же посланные царом люди хотели взять из гроба святые мощи, они-то чаще стали тяжелее камня и всякой другой тяжести, так что при всех усилиях невозможно было сдвинуть их с места. Посланные много потрудились, но ничего не достигли. Поняв из-за этого, что святой не соизволяет, чтобы его мощи были взяты оттуда, они-то чаще письменно известили о том царя. Царь, посоветовавшись со святейшим патриархом и другими святыми мужами, понял свою ошибку, что он не с молением, а с повелением послал взять из команд мощи святого Иоанна. Он задумал написать к нему послание, как бы к живому, прося прощение за свое терзавение, умоляя его, чтобы он соизволил возвратиться на свой престол и утешил свое стадо. Он написал своей рукой следующее. Вселенскому Учителю и Духовному моему Отцу, Святому Иоанну Златоустому, Феодосий Царь, Твое честное тело, честнейший Отец, признав как бы бездушным, подобно телам прочих умерших, я повелел немедленно перенести к нам, но не получил желаемого по причине моего недостоинства. Ныне же к Тебе, как к живому, посылаю сию мою собственноручную просьбу, и с верою прошу прощения мне и людям Твоим. Прости мне дерзновение предпринятое начинание, покрыв его глубиной Твоей мудрости, Ты, учивший всех покаянию, прости кающегося, как детям любящим Отца, возврати нам Отца и обрадуй пришествием Твоим любящих Тебя. Помимо великой нужды, усердно умоляю Тебя прийти к нам, а не повелеваю, не посорми меня, вторично счастнейший Отец, даруй себя желающим Тебя видеть, возвратись с миром к себе, и свои примут Тебя с любовью. Начисав это послание, Царь повелел, открыв гроб, положить его на груди святого и затем совершить всеночное бдение. Когда присланное в команды царское письмо, присланное в команды царское письмо было положено на груди святого Иоанна, и когда затем, по совершении всеночного бдения, царские мужи коснулись честных мощей, святой Тачас отдался им, он стал так же естественно легок, как и был. Присланные обрадовались, и взав из гроба честные мощи положили их в царскую раку. Раку, то есть это гробница. Там находился один убогий человек, имевший от укуса змеи хромую ногу и живший при церкви, прося милости. Он взял небольшой покров от гроба святого и отер им свою ногу. Тачас нога его стала крепка, как и другая, и он стал ходить, прославляя Бога. Весь народ со свечами собрался на поклонение честным мощам святого и проводил их с обильными слезами и рыданиями. Царские люди отправились в путь и, пройдя беспрепятственно большое расстояние, достигли Халкидонской пристани напротив Константинополя на Зиатском берегу. Навстречу святым мощам вышли царь со всем синклитом, патриарх, склиром и бесчисленное множество народа, севшего на корабли, был приготовлен особый царский корабль для принятия честных мощей Иоанна, на котором было поставлено рако с мощами. Когда, возвращаясь в Константинополь, поднялась внезапно по божию, по пущению, буря на море, все корабли были разброшены туда и сюда, корабль же на котором была рака с мощами святого. Лишившись руля, носилась сама по себе, очевидно, управляемая нечеловеческой рукой, но Божьей силой. Он приставил к берегу в том месте, где находился виноградник в Долице, за который святой Иоанн Златоустын претерпел столько бедствий и самоизгнания. Так он и по смерти явил ревность по правде и разоблачил неправильно причиненную обиду, изобличил неправильно причиненную обиду. Тотчас море утихло, корабли сошлись в одном месте, неповрежденные, и никто не пострадал от морского волнения. Когда рака с мощами была перенесена с корабля на берег, поднялся весь город и вышел со свечами, кадилами и песнопениями. Клирики взяли раку, внесли ее первоначально в церковь святого апостола Фомы, а затем в церковь святой Ирины, иначе называвшуюся церковью мира Христова. Здесь царь и патриарх открыли раку и нашли тело святого Иоанна подобным виноградной лозе, святущим красотою и нетлением и издающим великое благоухание. Царь снял багреницу, простюр ее над мощами, а затем припав на персе святого со слезами просил прощения своей матери, безрассудно дерзко согрешившей против него. С восторженной и умиленной речью обращался к святому Иоанну святейший патриарх. Наутро мощи святого были возложены на царскую колесницу и отвезены с великой честью и славой в великую соборную церковь святых апостолов. Когда рака была поставлена на патриаршем престоле, весь народ посвящал как бы едиными устами «Прими престол свой отче!» Тогда патриарх плорок, а с ним многие достойнейшие мужи увидели, что святой Иоанн раздвинул свои мертвые уста, как бы живой произнес архиепискому благословению «Мир всем!» во время Божественной Литургии много чудесных приселений было подаваемо от святых мощей болящим, а равный и гроб царицы Евдоксии остановился от своего долговременного трясения. Пресвитеры положили святого тела Иоанна в алтаре под жертвенником. Аминь. С миром Божьим! Завтра 8 часов начало молитвы в храме. Священномученик Анфим и Комедийский Снемученики Феофил Диакон Торофей Мордоний Микдоний Петр Индис Гаргоний Зинон Дон Надева и Ефимии пострадали за Христа в 1932 году во время гонения на христиан от императора Диапетяна и Максимиана. Святой епископ Анфим управлял Некомедийской церковью в то тяжелое время гонений. Преследование христиан особенно усилилось после пожара, случившегося в Некомедийском царском дворце, поскольку винуны за этот несчастный случай возложили на христиан, обвинив их в поджоге. В одной только Некомедии в день Рождества Христова было сожжено в храме до 20 тысяч молящихся. Тогда многие христиане явили с собой образец твердого исповедания веры и бестрепетно приняли муки за Христа. Так святому Диаполу Феофилу были отрезаны уши, а затем он был побит камнями, святой Дорофей был усечен мечом, святой Мордоний сожжен, святой Микдоний живым сосыпан землей, святые Петр Индис и Георгий утоплены в море, святой Зенон воин, смело обличавший царя Максимиана за его злочестие, был побит камнями и затем обезглавлен. Дом Дева бывшая жрица языческих богов и святой Ефимий погребавший тела святых мучеников и мужественно исповедавший веру во Христа были усечены мечом. Епископ Анфим в это время скрывался недалеко от Некомедии. Он рассылал оттуда увещание, укрепляя в своей пасте твердость веры и призывая христиан не страшиться мучений. Одно из его писем посланных с диаконом Феофилом было перехвачено и представлено Максимиану. От диакона Феофила потребовали открыть место пребывания епископа. Однако Феофил наотрез отказался предать святого Анфима. Тогда его подвергли пыткам и умертвили. Узнав наконец где скрывается святой Анфим, Максимиан послал за ним отряд воинов, которые на пути встретили самого Анфима. На их вопрос может ли он указать им где скрывается епископ. Неузнанный святой Анфим ответил утвердительно и привел их в свое жилище, оказав им теплое гостеприимство. После этого он открыл вооруженным воинам, что он и есть тот за кем они посланы. Потрясенные его самотверженностью воины советовали ему скрыться, но святой Анфим не согласился. Соприкоснувшись с проявлением истины христианского мужества, все воины просили святого совершить на ним крещение. Святой епископ Анфим был подвергнутся истязаниям и, наконец, с радостью преклонил голову под меч. Тело было его тайно погребено христианами. Аминь. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, царю невестному, тешителю души истинной и везде все исполняет сокровища благих и жизни подателю. Приди и силися в ней очистен от всяких сгвертый бессмертный помилуй нас слава царю святому духу к дням пристывов веки веков помилуй пресвятая Троица помилуй нас Господи очисти грехи наши плавания допорости беззакони наши Святые посетители немощи нашей имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на Нехрестной вовеки веков помень, Отче наш, уже и Сына небесе, Да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как он в небесе и на земле, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на Нехрестной вовеки веков помень, Приидите, поклонимся, приподем, Христу Царевич, Богу Нашему, Приидите, поклонимся, приподем, Самому Христу Царевич, Богу Нашему, Услышь, Господи, правду, не привоклю моему Прими моргу из уст нежели От твоего лица суд мне доизвели До возряда отчет твой на правоту Ты испытал сердце мое Посетил меня ночью, скусил меня, ничего не нашел От мысли моих не отступают уста мои В делах человеческих послов условиях Я хранял себя от путей притеснителя Утверди шаги моего на пути актуи Да не колеблются стопы мои Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже Преклони, у которого ко мне услышь слова мои Я ведил и милостиву Спасителю Уповающих на Тебя, противящейся от десницы Твоей Храни меня, как зеницу, как тени крыл, только укрой меня От лица нечестивых, нападающих на меня От врагов души моих, окружающих меня Они заключили стуки в своем обмене Нагрот устами своими На всяком шагу наши ныне окружают нас Они устремили глаза свои, чтобы не заложить меня на землю Они подобны любому жажущему добыче Подобную скину, сидящую в места скрытные Восстань, Господи, предупреди, не зложи И избавь душу от нечестивого мячом Твоим От людей рукой Твою, Господи От людей мира, которых уделу в этой жизни Которых, чьего Ты наполняющих сокровищность Твои Сыновей, святая, ставят остаток детям Своим А я правде буду зирать на лице Твоем Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим Тебе, Господи, возношу душу мою Божьему Я на Тебя упываю Да не послежусь вовек Да не восклижусь, что это на мое, враги мои Да не последятся все, надеющиеся на Тебя Да последятся безоплывающие в туне Укажи мне, Господи, пути Твои И научи меня стезям Твоим Направь меня на истину Твою И научи меня, ибо Ты, Госпасение моего На Тебя надеюсь всякий день Вспомни щедроты Твои, Господи Милости Твои, ибо нет века Грехов и уносимых преступлением их не вспоминай По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твои, Господи Благо и праведен Господь Посему он оставляет грешников на путь Направляет кротких правде Научает кротких путям своим Все пути, Господи, милость И истинно хранящим завет Его, откровение Его Ради имени Твоего, Господи Прости согрешение моё, ибо велик оно То есть человек, боящийся Господа Ему у каждого путь, который сбрак Душа его прибудет во благе Семью его наследует землю Тайна Господи, боящимся Его, и завет свой Он отпевает им Плодчимы и седа Господу, ибо Он извлекает И все эти ноги мои Призви на меня и помилуй меня, ибо я одинокий угнетён К скорби сердца моего умножились Выведи меня из бед моих Призви на страдания моё и на изнеможения моё Прости все грехи мои Посмотри на врагов моих, как много их И как ультой ненавистью они ненавидят меня Сохрани душу мою, избавь меня Не послежи, что я на Тебя уповаю Непорожность и правота, да, охраняй меня Ибо я на Тебя надеюсь И избавь Божий Израиля от всех скорби Его Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей Помогу, что щедро Твоих избавь беззаконие моих Многократно омол меня от беззакония моего Греха моего очисти меня Ибо беззаконие мои я осознаю Вред вас всегда предо мною Тебе, Тебе единому согрешил я И лукаво предачами Твоими сделал Так что Ты праведен в приговоре Твоем И через суде Твоем Вот я беззаконий зачатый Во грехе родила меня, мать моя Вот Ты возлюбил истину в сердце Внутрь мне, вне мудрость Твою Окропи меня и сопом И буду чистомой меня И буду греть снега Дай мне услышать радость И веселье возрадоваться После Тобой сокрушенные Отвративиться я Твоих грехов Дух мой, призладь Тебе, беззаконие мои Сердце чисто сотвори во мне Божий, Дух правый обнови внутри меня Не отвергни меня от лица Твоего И Духа Твоего, святаго, не отнимет меня Возврати мне радость Сердце сокрушенного и смиренного Ты не предзвищ Божия По благодетию Твою Господи По благоволению Твоему сего Воздвигни стены Иерусалима Тогда благоугодны будут Тебе Жертвы правды Возношения и всесожжения Тогда вознажат на алтарь Ротельцов Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне пристая в овеки веков Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Божия Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Божия Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Божия Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Разрушил Иси Христом Твою смерть Отвесил Симфоник ураль Мироносец власть приложил Иси Апостолам проповедать и повелел Иси Я по воскресности, Христе Божий, даром мира и верею, милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ты, ради воскресности нашей до крови, священному ученичу, химия, моли, Христово, спасися душа нашей. Ты ныне пресной, вовеки, веков, аминь, Богородица, ты всего заистинного, отрастившего на плод живота. Тебе молимся, молимся, Владычица, со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господень, поспешит на Бог спасение наше, Бог, как Бог спасатель. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вовеки, веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посетители, немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, вовеки, веков, аминь. Отче наш, и живи на небесе. Досветится имя Твое, да принадит Царствие Твое. Да будет воля Твоя ярко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам в ней. И оставит нам долги наши, Боже, мы оставляем блаженков нашим. И не веди нас в искушение, да избавь нас от глухого. Яко Твое, Царство, силу и слава. Аминь. Никому держава смертна возможно держать и человеки. Христос, Господи, не сокрушая, разогляя силы я. Связую, бывает так, пророкцы согласно радоваться, представива, горюще спасущим вере. И зайдите ей в воскресенье. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Иже на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле. Поклоняйтесь славами Христе Божия. Долго тихо, и не много милей, сильного, но тропни. Иже праве, и любя Гришне, милое. Иже вся зла, и коспасение, и обещание, ради будущих благ. Сам, Господи, прими нашу частью молитвы. И исправи жизнь нашу к западям Твоим. Душа наша, святи, телеса, очисти помышления, исправи мысли очисти. И избави нас от всяких скорбей, зол и болезней. Покради нас святыми Твоими ангелами. Дополчением и соблюдаем и наставляем им. Достигнем соединения веры в разум непреступной Твоей. И славы, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава от Своего Сына и Святому Духу, Он и непреступной во веки веков. Аминь. Честнейшую Кирим и славящую без сравнения с Серафим. Безысление Богослового Рожи, Сущего Богородица в Тебя величаем. Именем Господнем благослови, Отче. Аминь. Владыка Божий, Отче, Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный Иисусе Христе, Святой Душе, Едина Божество, Едина Сила, помилуй меня грешного, и имя, живейся, судьбами, спасими достойного раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня и силую Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внебли слова муств мои, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он вознаст за зло врага моим истинную Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех, и на врагов твоих смотрела ухо мою. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего, внемли мне и услышь меня. Я стядаю в горе степле и смущаюсь от голоса врага, от притеснений нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие, и в них враждуют против меня. Сердце мое тыбеющие во мне, и смерть на ужасе напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня, и я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я, и оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от битвы, от бури. Раскрой, Господи, и разъяви языки, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его, посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Мне ненавистник мой величайница надо мною, от него я убил, и он не смешает. В котором мы разделяли искренние беседы и катили вместе в дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми вам, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я живо зову Бога, и Господь спасет меня. Вечером и утром и в полдень буду умолять его приять, и он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо много у меня услышит Бог и смирит их от века живущей, потому что нет в них племен, и они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масло, а в сердце их вражда. Слова их нежнее делее, но они суть обнаженной мечи. Возложи на Господа заботы твоей, и он поддержит тебя. Никогда не даст он поколебаться праведнику, ты, Боже, не изведешь их кровь погибли. Они кровожадные и коварные не доживут и до половины дней свои, а я на тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровью Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится говорить Господу. Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перенес своими осенит тебя, и под крыльями его будешь в безопасе, щит и ограждение истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящий днем, язвы, ходящие во врате, зараза пустошающих в поле. Падут в поле тебя тысячи, и десять тысячи веснули тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не притмешься, а камень на бою твоею, на Аспида и Василийска наступишь, попирай будешь льва и дракона, за то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое, воззабет ко мне и услышу Его, с Ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготую дни насыщу Его, явлю Ему спасение мое, слава от Свои Сына Исходову, Духу и Неи присно и вовек тебе повомить. Аллилуйя, 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 слава тебе Божия, Аллилуйя, 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 слава тебе Божия, Господи помилуй, Господи помилуй, разрушил неси Христов твоим смерть, excelю сиразбойник уранья, нер Startedцем клач приложил неси, и апостолам проповедать, и повелел Ииси, яко воскресну Ииси Христе Божий, даруй мир и верю и милость, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И правопречатель, и престолом, аместник апостолам, и деяния, и обрелась и Бога Дух на веренье, виденья, Господь, сделала и слово истинно исправляя, и вера, где посолялась и даже до кроме священном ученичам и имя, молитв, Христа Бога, спастися душам нашим. И ныне и пресну и вовеки вековами, яко ним и дерзновения за потолки грехи наши, ты, иже от Тебя родшегося, моли Богородица Дева, много поможет моления матерния ко благосерпию Владыки, не презри грешных, поймився чистая, ко милости вести спасти моги, иже и страдать о нас изболивай, скоро до предварятной щедроты Твоей, Господи, о комнищахом взяло, помози нам, Боже, спаси нас, слава ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши, имени ради Твоего, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, Слава, Цまную и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веково-веки. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашей, Владыка, прости беззакония наше, святы посети. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава, Ц turnout, и святому Духу, и ныне и присно, и вовеки веково-веки. Отче наш, ты же и си на небесе да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яка на небесе и на земле и хлеб наш насущный дашь нам днесь и остави нам долги наши и окружы мы оставляем должников наших и не види нас в свои искушения и избави нас от лука вагон яко твоя красавица и слава и слава аминь Не к тому держава смертная, возможно держать и человеки, Христос, Госниде, сокрушая и разоряя силы и яд, связуем, бывает, от пророца согласна, радуется, представь, глаголище, спасущим в вере, изойдите вернее, воскресенье. Господи помилуй, 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 Господи помилуй обещания ради будущих благ. Сам Господи, прийми и наше в части молитвы и исправи жизнь нашу в заповеди Твоим. Души наши, осветители, соочисти, помышления, исправильность и очисти, и избави нас от всяких скорбезол и болезней. Огороди нас святыми Твоими ангелами, до ополчения мы соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры. И в разуме преступное Твое слава, яко благословение сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Силу и Святому Духу и ныне присно и молитвы веков. Аминь. Честнейшую Херубину, славнейшую без сравнения серафим, без искрения Бога, Слова Рожьего и Сущего, Богородица Тебя, Величая, именем Господнем, Благослови и Отче. Молитвами святых, отец наших, Господи, Господи, Христе, Бога, Собирай нас. Аминь. Божий, Господи, сил и все отвори Содетелю, и же за милосердие и беспрекладные милости Твоя, и народного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа, и спаслави на спасение рода нашего и честным Его Христом, рукописание грех наших растерзавых, победив и тем начала и власти тьмы, сам, благословение, и векове, и векове, и прими нас, грешных, благодарственные сия и молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озвучить нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти наше, и не уклони сердец наших, словеса и любопышления лукавствия, но любовью Твоей, и визби души наши, так Тебе всегда взирающие, держит Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного, гряще света, непрестанное Тебе беспобедание и благодарение высылает безначальному Отцу, Своей народным Твоим Сыном, и всем святым, благим и животворяющим Твоим Духом, ныне и пресно, и веки веков, аминь. Благослови нас, Сарство, Отца и Сына, и Сяна, и Сяна, и Духа, и веки веков, аминь. И веков, Господу помолимся, Господи помилуй, Господи, веки в мире и спасение души наши, Господи помилуй, веки в мире всего мира, благосостояние, святы Божьих, как вести, соединение всех, Господу помолимся, Господи помилуй, Он веки в храме всем, и святою благоговерие, и страхом Божиим, ходящих в боль, Господи помолимся, Господи помилуй, И векам, Господи и Егона, святейшего отряда и береги, и о Господи нашим, высокобрет Randlichем, и Лаконе, между поближе и Ггорском, и востоком-бриганском, первоартист, и ягар devil regarding зарубежных церквей, и Господи нашим, высокобрет Randlichем, сергии, между поближе и водоуч having Алтайском, и о Господи нашим, знания следом, Святой Душк, Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнулись. Субтитры подогнали Симон. 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 мы ничего не имеем, субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. что я дал тебе силу даже в более важных делах. Видите, возлюбленные, как мы почтены, и между тем некоторые несмысленные и неблагодарные говорят, для чего мы одарены свободной волею. Если бы у нас не было свободной воли, то все, о чем мы говорили и в чем можем подражать Богу, не могло бы составить для нас предмета подражания. «Я управляю, — говорит он, — ангелами, и ты через начаток, я восседаю на царском престоле, и ты совосседаешь мне через начаток, и воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Христианам 2.6. «Тебе поклоняются Херувимы и Серафимы, и все ангельские силы, начало власти, престолы, господства через начаток. Не порицай тело, которое сподобилось такой чести, пред которым трепещу даже бесплодные силы. Но что скажу еще? Не этим только изъявляю я свою любовь, но и страданиями моими. Для тебя был я оплеван, заушен, уничижен. Я оставил Отца, пришел к тебе, ненавидящему меня, отвращающемуся от меня и нежелающему даже слышать мое имя. Я шел вслед за тобою и догонял, чтобы удержать тебя. Я соединил и сочетал тебя с собою. Ешь меня, — сказал я, — и пей меня. И горе я держу тебя, и долу соединяюсь с тобою. Разве не довольна для тебя, что начаток твой я держу в горе? Разве это недоутворяет твоей любви? И опять я зашел на землю. Не просто смешиваюсь с тобою, а соединяюсь, снедаюсь, раздробляюсь на малой части, чтобы произошло великое растворение и смешение и соединение, ибо соединяемо пребывает в своих пределах. А я воедино слился с тобою. Я не хочу быть чем-то средним. Хочу, чтобы мы оба были одно. Поэтому, зная сие и великое его о нас попеченье, все будем делать, чтобы мы могли явить себя не они недостойными великих его даров, которые досподобимся все мы, получить благодатью человека и великолюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу вместе со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и призна, и во веки веков. Аминь. О, страхом Божиим и верою приступите, О, Господи, ты во имя Господи, Бог Господи, я истяна. Верую, Господи, исповедуй, как ты и воистину Сын Божий, пришли в мир грешностей, а ты же первый есть масса, еще веруя, как я и самая причистое тело, и самая честная кровь твоя. Молюся, оба тебя, помилая, прости мне вся прегрешение мое. Вольный и невольный условия, уже в деле же беднее и неведнее. Исподой мне осужденно, причастись все причистое к твоей тайнести. Последние грехов, поезжай, вечно, аминь. Вечеря твое тайное действие, не Божиим причастниками, а прими, не по врагам твое тайну, повем, не лап занять тебя, но по разбойник исповедуй тебя. Помяни меня, Господи, и во сарше твоем. Донесу твое суждение, не будет ни обречищения причистое к твоей тайнести, но по исселению души и тела. Аминь. Причистое тело и крови Господа Бога, спасся наше, Иисус Христа, причащается. Раба же игнать его на составление грехов, и вор, и в жизни, и вечно. Аминь. Причистое тело и крови Господа Бога, спасся наше, Иисус Христа, и причащается Раба Божия Серафима, и вор, и в жизни, и в жизни, и вечно. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Спаси Бог для людей Твоя и благослови достояние Твое. Песня. 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 ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму! 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 Я же изъял и си обильно на рабе Твоих, живущих весь и сей, и на всех, где предстоящих и молящихся, и припадай, мы слава свое Тебе ко Богу приносим, и умиленного пьем, избавив от всех бед рабы Твоя, и всегда, яко милости, исполни во благих желаниях всех нас, прилежно молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я, кажа ныне, милость темна, услышал и си молитвы рабов Твоих, Господи, явилась и на них благоутробие человека, любие Твои гостицы, их предни не презирая, исполни во славу Твою, вся благая хотенья верных Твоих, и яви всем нам богатую милость Твою, вся нам согрешение презирая, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, священный Божий, спаситель, наш упований всех концев земли, истущих моря далечия, милости, в милости буди, Владыка, и всех наших, и помилуй нас. Милости, Боже, человека любит Бог, если Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресной и вовеки веков. Звучит песня. 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 мы помним на второй день Рождества совершается память 22 тысячи в Некомедии сожженных это и была пасха святителя Анфима Некомедийского и ни одного не было отречения из них ни одного только спасли дьякона и епископа тайным ходом вывели из храма только спаслись они все остались в храме и все были сожжены чтобы Господь дал нам такую же крепкую веру потому что то сегодня кажущееся нам благодействие оно недолго будет потому что с этим благодействием душа расслабляется каждого человека так хорошо кажется здесь такое изобилие всего ну просто рай говорит зайдешь в магазин ну как в раю всего полно любое любое что выбирай и колбасы много и фруктов и овощей и всего-то как в раю так отзываются некоторые понятия о рае что там всего много в изобилии это недолго будет потому что при таком изобилии душа костенеет темнеет мертвеет она живет этим миром только а этого невозможно мы молимся горе имеем сердца возглашаясь священнослужителей то есть должны всегда поднимать туда взор всегда что там наша отчизна я готовил поучение ну скажет другой скажу кратко что святитель Иоанн Затаустый в беседе на Евангелии от Иоанна говорит так что язычники часто говорят нас христиан называют обманщиками они говорят обманщики эти христиане они только говорят на словах говорят что царство небесное там там наша отчизна а здесь живут как они вечные жители строят говорят дворцы на века собирают себе говорят сокровища неветшающие казалось бы здесь на земле а нам говорят что мы здесь временно живем так где временно живем там не будешь ты строишь что-то с фундаментом на 3 метра глубиной а построил какую-то хижину временно кто знает что понимаете как и они говорят больше обращаются не от слов наших а чудес чудеса были в первых веках христианства должны были чудеса сейчас не нужны чудеса у нас есть слово божие у нас есть библия сегодня в доступном для каждого для нас библию можно купить и с крупным шрифтом и с мелким в деревянной кожаной обложке и просто мягком и маленькую и большую можешь купить ну какой угодно с картинками и без картинок все это есть сегодня и с нас будет спрос более чем с тех те еще ничего не мы имеем теперь примеры жизни христианской как жил святитель Анфим Никомедийский как его паства жила они-то ничего они были первопроходцы в этом нам-то легче спасаться сегодня мы имеем их нашими помощниками молитвенниками нашими пред Господом поэтому братья будем не охладевать не нужно расслабляться это время скоро кончится Господь почему посылает испытания искушения мы же молимся не веди нас во искушение то есть Господь посылает это искушение такие когда мы охладеваем чтобы нас как бы говорится встряхнуть и эта встряска будет когда была эта встряска то люди более обращались к Богу а сегодня ну а зачем Бог все хорошо у нас ну приду в церковь поставлю свечку закажу молебен какой-то там обед и все и на этом кончается я знаю служу заказывают бывает 20 акафистов начинаешь молиться никого нет яйцоломчик стоим и эти 20 акафистов заказаны вот а где те которые заказали а зачем они заплатили пошли на базар или куда-то не должно быть так помните что окружающие на нас люди не только слышат нас но они внимательно следят за нашей жизнью и мне уже не однажды приходилось со стыдом выслушивать такое это так-то веро как у вас он такой-то верует я не хочу говорить такой веры лучше я буду говорить не верующим я честнее поступаю чем вас такой-то верующий а мне что я только наклоню голову и вздыхаю господи спаси его вразуми его понимаете каждый исследуйте себя обличайте не надо ждать что кто-то тебя сам себя обличает не надо ждать эпитемию от священника сам на себя накладывай эпитемию если согрешил тогда будет тогда мы как-то немножко и будем более сказать походить на христиан вот так вот никогда не забывайте в молитвах чтобы обращаться к священному ученику Анфиму Некомедийскому верьте что он укрепил свою пасху так что представьте не было ни одного из многотысячной его пасхы ни одного не было отречения в то время было такое что когда сказали что будет там мучение и один из тайных христиан он был среди гвардии и смотрит когда они едут уже в храм гвардейцы чтобы окружить храм женщина несет на руках ребенка и двое с ней еще он ее потихоньку вернись говорит там все сегодня будут погублены приказ такой вернись ты спасешься она говорит я хочу быть на небе и чтобы дети были со мной и дальше продолжала лучше бы не говорить некоторые не слышали не знали об этом а когда услышали то скорее торопились в храм чтобы нам войти на небо какая была вера сегодня ну читаешь это смотрит даже как-то ну как это такое могло быть так но верьте что по молитвам священномочения конфима некомедийского господь может и в нас сотворить такую веру хранить всех вас господь вас от сердечной еще раз благодарю вот всех сейчас сейчас еще чте скажет нам на сегодняшнее евангельское чтение поучение вот а после всех приглашаем на праздничную трапезу дорогой батюшек отец Иоаким мы хотели от лица митрополии Барнавойско-Алтайск и лично нас благословлял владыка митрополит Сергий с отцом Дионисием приехать засидеть свое почтение показать то единство которое оказывается через наше богослужение через нашу молитву совместную о том что ваше паство это есть часть нашей как говорится духовной составляющей нашего братства я как священник воинский священник священник зато сибирского окромляющую дивизию воинскую дивизию стратегического назначения ракетчиков конечно же передаю от всей души тот дух который конечно же через вашего святого день память которую мы сегодня празднуем дает ту крепость веры и для нас убеждение в том что господь никого не оставляет мы хотели передать от себя слова искренней благодарности за то что вы с нами тем более что дорогие прихожане ваш солдат Илья Устинов служит у меня в храме Илья Устинов Ильюш Кристинов Пономареву батюшки и я наслышан о вашем храме о ваших традициях и поэтому с благоговением отношусь к батюшке с благоговением слышим тем как говорится успехи духовные в первую очередь которые присущи вашей пастве и помощи Божьей и благословения передаю от Владыки митрополита от нас лично с праздником и Божьего благословения Владыке я передавал приглашение и накануне я еще позвонил но он так извинился говорит понимаешь внезапно говорит срочно нужно освещать храм в Чарыжском поэтому говорит отец Яким я значит еду туда но вас не оставим будет от меня делегация представители представители от гепархии будут и вы не думаете что-то говорит мое отношение к вам никак не изменилось говорит не подумайте что я что-то там вроде бы как бы не хотел поехать хотел но приглашал я еще владыку Романа Рубцовского епископа но он тоже позвонил поблагодарил пожелал нам всех благ от Господа но едем мы с митрополитом освещать нов построенный храм в Чарыжском так что вот имейте ввиду и владыка передавал свое благословение на всех нас с вами ну вы знаете отец Дианисий он уже у нас не раз бывал он служит в храме Антония Печерского это на Ленинском проспекте находится северо-западной вот так так давай говори все вот уже подобраться сегодняшнее Ивановское чтение было о талантах это все знают толкование одно что талант это специальность какая-то то что открылось в нем мне приходилось этот вопрос задавать людям которые в церкви работают какой у тебя талант а какой я уборщица убирать тоже можно по-разному у нас знакомый один есть он говорит я убого посел талант рубить дрова к чурке раскалывать чтобы и Бог дал талант где бы не работал больше всех сделает у нашего отца был талант пасти но здесь речь идет о золоте что такое золото талант это вес по сегодняшний день точно определения нет вес 16 килограмм талант 26 и 44 антическая мера если специалисты не знают мы можем сказать трудно определить потому что курс золота тоже падает помните перестроить и сразу все сделали с миллионерами тысячу раз увеличили у тебя баланс и тысяча считается за миллион поэтому в русской лексике слово талант это чем ты обладаешь речь идет не о деньгах у нас нет этого у нас рубль больше ничего нет отрублено когда-то мерили так отрубали какой величины там проволока или металь была золотая так вот то что Бог дал нам мы можем толковать по-разному но всюду везде ревность вот я говорю священники какой у тебя талант он говорит я ждаю вас только не проповедовать ну а какой канила дым пускать или что священник один говорит люди считают талант заработал деньги кучу все вещи о свящах нет ни одного слова в Библии это священник открытый говорит ну от них польза говорит что закоптят свящи это не восковые закоптят иконы кого-то мы опять нанимаем стенами потолок перебеливают тоже выгода есть от этого но о чем Господь говорит ну я священник ну ладно а ты я певец все закончилось а ведь таланты на каждом шагу возьмем по порядку десяти словия десять заповедей каждая заповедь наполнена различными видами служения ну понятно там не убей а что а в новом завете мы видим будь миротворцем и будешь сыном Божьим наречен мирить людей ох как трудно а рассолить ничего не стоит не разобрался ничего услышал и уже как стрела вонзенная в бедро не дает ему уснуть новость побежать куда-то охота был такой мудрец языческий Сократ вот пришел один человек научиться можно и говорит вот я про вашего друга вы его так любите везде про него говорите я такое узнал такое что ты ахнишь и отступишь так по порядку скажи новость которую ты мне скажешь про моего друга она хорошая или нет да нет я плохое узнал ладно значит ты пришел сказать мне моем друге плохое а с какой целью что рассорит нас второе то что ты услышал это соответствует истине нет я не знаю я только слышал и так ты хочешь прийти рассказать плохое а не знаешь правда это или неправда и третье дружба наша с моим другом сохранится после этого или нет похоже нет значит ты хочешь сказать неизвестно что плохое и рассорить с другом надо говорить или нет так тогда не надо ну тогда прости что я пришел вот так если нас на маленьком сити просеет что где говорили что слышали ты определенно четко можешь говорить только то что написано в святой библии да был едион да он говорил да был ефай да одержал победу но там жертва была неугодная и в каждом вопросе так ну идти другим проповедовать священники в большинстве говорят у меня нет этого таланта я как-то говорю как косноязыче ну что-то передать а ведь как-то говорят у них слова идут и люди обращаются веруют во Христа у меня нет у меня нет таланта а вот здесь ты ошибаешься здесь написано идите по всему миру и говорите когда мы читаем дьяни апостолов святого Иоанна Латауса толкование 8 глава 4 стих было сильное гонение в этом участвовал будущий апостол Павел Савл самые сильные остались в Иерусалиме а остальные 4 стих говорит растеявшиеся ходили и благовествовали женщины дети самые маленькие которые могли только не питать они говорили о Христе мы любим Его они хотели быть с Богом как у несколько учеников было тоже взято подорез у Вавилы епископа ну как их наказать ну князь и говорит тогда каждому сколько лет сколько плетей дать ему сколько 8 лет тебе 10 тебе 10 так они жалели что маленький возраст больше бы плетей получить за Христа за любимого это все житие нам говорит мы слышали что 23 тысячи я немножко поправку несу не 23 потому что сожжение было дважды первый раз он был спасен а второй раз с Пасхой остался 32 тысячи это единственная за всю мировую историю община которая целиком зашла на небо некоторые были в храме не крещены никто не знает один епископ я что могу сделать это окрестили епископы только такое было время и оказалось здесь в храме вдруг открылись он сказал если есть тут епископы выходите будем быстрее крестить пока не сожгли еще 6 епископов оказалось ходили бродячие кто-то в виде воина кто-то в виде нищего кто-то в виде странника а сегодня везде может идти с жезлом да еще со змеинными головами тут боятся его я разговаривал с не одним епископом об этом зачем это а это змеинная мудрость но люди-то этого не знают они видят серпентария разбили жалите друг друга как сейчас вот не поминать уже грешеского потому что тут кепарию дают отдельно и один известный дьякон Сиаруси выступил тоже сейчас и говорит талант в том чтобы все имели автокефалию все были свободны ты волю свободную получил и Бог тебе показывает где не надо мирской власти нас задавливать к чему залет это вы понимаете надо прислушиваться и смотреть талант разбирать слышанное талант уразумевать виденное потому что люди ослепили себя когда выходили от апостола Павла и он говорит не зря Исаия сказал смотреть будете не увидите будете слушать и не услышите таланты погубленные то есть есть и закопанные а есть такие без пробела пишется священники всех люблю никого не осуждаю это одним словом пишется называется любвисты а ты скажи такое слово как Павел говорит чтобы оно было приправлено солью это талант это мы думаем так вот златоус золотые уста да и золотые уста были не в том что он по голубке гладил он говорит вы пришли в храм а я не вижу людей я вижу стадо лошадей кучу навоза языком принесли сюда вот это он угостил вот это покрестил кем вы крестите или идут люди ну хорошо что пришли в пустынное место крещение принимают чтобы верили с грядущего он говорит змеи приползли порождение и хитру вы слышали эти слова и это не просто так талант где и как сказать где гаспряник а где плетка это талант а теперь возгревать его вот здесь вдвое а почему вдвое в 30-60-го сто крат можем принести а для этого не надо сидеть на месте менять тактику менять подход менять репертуар а у нас антракт молчания на 2000 лет затянулся все золото молчание золото а перед богом это зарытый талант это ад ты не можешь не говорить на пальцах покажи она глухонимая она не понимает ей бог дал разуметь и однажды люди запаковывая для отправки литературу религиозную в Мельбурге было стали спрашивать а ты как уверовал ой я был в том-то городе Сиднее и слышу кто-то меня по плечу задел я обернулся один человек показывает я не умею разговаривать а вот говорит Евангелие от Иоанна ты по-русски понимаешь я через него обратился другой стал говорить а я в таком-то городе был и тоже подошел ко мне и тоже не разговаривает это один и тот же человек и они 6 человек пакуют эту литературу разговаривались и обратились через глухонимого да как же на суде Божьем это будет-то он не получил практически больше одного таланта как видеть и понимать люди погибают а другой и видит и знает и сидит да я не хочу портить отношения с епископом особенно трус от развитого священника и особенного епископа это Ян Златоуст не мои слова почему? они уязвимы а я тебе сдвину специальности ты никакой а ребятишек нам плодил много и пойдешь ты к померу и поэтому делай то, что тебе говорят и поэтому все как мощат он бы крестит как попало и ты так делай но кончится это Господь спросит по слову своему мне это открыто было в 62 году в первый же день Евангелие Иоанна 12.48 Господь говорит я не сужу вас мы же привыкли в суде он говорит нет, я не сужу слово, которое я говорил оно будет судить вас оно я понял и вдруг все мои знания вывалились мне это не надо я готовился жить в Германию переехать в Англию языки изучал мне не надо это мне нужно знать язык Евангелия простой и понятный потому что Бог откроет и скажет где твой мандат по которому ты шел в жизни соответствует или нет с утра до вечера во сколько вставал ночь дана не только для сна но и для молитвы как растение бывает расстроит так человек слезами я беру все златоустка я его насчитывал мне не дан этот талант толковать не дан талант пророчествовать у меня нет видения ни одного ни одного слова не слышал но я прислушиваюсь к тому что скажет Господь нежно моей душе а он говорит идите по всему миру и пропадуете Евангелие я не могу по всему миру и вдруг изобретает интернет Тим Бернерс Ви он живой мы каждый день за него молимся там свалка одна там что попало но и в то же время служение патриарха все показывает то что мы здесь сегодня были это будет показано по эпиру ну я какой там-то но посещаемость просмотра 23 миллиона у нас своя паства которые каждое утро ждут на всех континентах и в Корее и в Китае и в Америке и в Австралии почему потому что это интересно видеть как православные христиане молятся как они обедают какое благоговение чтобы вот так вот знали люди Бога все до одного были покрещены полупогружением чтобы целомудренное такое одеяние было чтобы были надписи Святой Библии по стенам между священными изображениями иконами практически нигде нет у нас на новой это лежит Библия спецзаказ всенадарный перевод 1876 года ну это понятно но люди-то этого не знают Феофан Затворний говорит наше благослужение все в себя впитало но что пользуется мы не понимаем когда переведем сегодня-завтра сегодня-завтра священник не понимает что паства у него глухая слепая и вот хватается тогда когда все уже горит все разваливается там начинает метаться а что метаться-то уже все у сектантов просто зашел сел а разве можно сидеть-то у нас не не можно нельзя а в Греции сидят а апостолы апостолы сидели ну прямо говорит подошли к нему сказали он встал Христос Христос сидел встал а он был как обыкновенный прихожанин сын плотника не спешите кого-то судить если они понимают не так как мы если у них не так как у нас спросить а в этом Христа прославление есть этот талант приращение дает я буду людям говорить а оно будет идти мимо ты сойди если он пришел говорит чтобы на земле быть стать человеком то нам дал возможность на земле стать богами богами обожить наше естество но все вы боги но все вы умрете как писание говорит поэтому сегодняшнее евангельское чтение оно не до конца растолковано мы не знаем что такое талант мы знаем талант это одаренность какая-то в чем-то но там речь идет о золоте при том все таланты одинаковые дословно если толковать то вообще мы не знаем что это такое что это надо умножать это силы или срок жизни больше или меньше ну в общем-то все понятно тогда сходится иной успевает в юности сделать такое и так прославить бога что другой глубокой старости этого не сделает маленький мальчик в школе говорит о христе вдруг в школьница приходит отличница единица вторая единица мать да как же так дочка да конечно стихотворение говорит оно неправильное ленин есть свет миру какой же он свет когда христос пошла в школу учительницу спросила это вы оценки ставили да почему не спросили знает она я сказала считай а она не считает ну сейчас прочитай ну он говорит я прочитаю но я в это не верю ленин не свет она не стала дальше говорить что слышала что это палач это убийца это разрушитель это тиран как Дмитрий Смирнов говорит и пепел сжечь по вселенной в космосе только можно развеять что на земле праху не было вот как понимают и правильно понимают и она рассказала единицу пошли на пятерку мы должны понимать не упрямство а несоответствие истины сколько погибает людей из-за лжи ну в ветхом завете одно было а в новом завете это намного труднее намного там не убей нож не возьми или предмет который убит а здесь ненавидящий брат а человеку убийца там было явно не ходил никуда здесь посмотрел с вожделением уже перешел в другой класс уже как совершившийся ой-ой а как спастись у Бога попросить талант жар веры который все это попалит сегодня придумают технологии православия как бороться с самостью все пишут нет никаких технологий забудьте эти слова есть перерождение я грешный многогрешный супергрешный архигрешный это знаем Господи помилуй сорок раз пролепетать не вздумаясь что не о Боге не о помиловании а почему мы не считаем первое послание Иоанна он говорит рожденный от Бога не может грешить православным совершенно это не подходит и написано не грешит да не может этого быть но это написано почему по своей природе он не может грешить свинья любит грязь а овечка если упала она бывает подкнется так она долго отряхивается это не ее стихия надо людям два пункта заучить родиться свыше вымолить это не будь робы матери входить как Никоним понимал и второе быть движенным Духом Святым Дух Святой тебе расскажет и о субботе и о пятнице и о среде о кровавой пятнице он столько тебе расскажет и написано и не будут иметь нужды чтобы кто-то учил но все будут наставлены Богом Духом Святым мы нуждаемся в учителях в догматике везде а правильно или неправильно поверить это откроется все я вот не знаю как ребенка отдавать не отдавать школа там учат единоборством а зачем чтобы на себя умел постоять попал в десантные войска вернулся применять негде в драке и в первой же говорится драке погиб хулиган ударил газеты а в газете нож а другой ничего не значит молился такой прям глядишь говорится ни рыба не мясо услышал о Христе уверовал стал священником это я говорю о тех кого знаю и так таланты что Бог дал как бы их не понимали требует того чтобы они увеличились никогда не говорите что у меня нет таланта говорить это не тот талант это как дышать а я не могу дышать нет таланта проповедь другим говорить о Христе чтобы родные дети обратились для этого нужно верить в Бога и Ему довериться он тебя откроет такое чего не открывает иногда Павел пошел и вдруг препятствие по сей день никто не знает воспрепятствовал Дух придумали миссионерские отделы нет их их нельзя составить это обман можно благовестнические курсы открывать но нельзя сделать то что нам не подвластно почему она златоуст говорит я не апостол а не я не апостол я не Духа Святого так надо книгу это было назвать и нужно довериться Богу я верю Господи тогда пойдем туда в ту сторону наверное на Славгород надо идти увещевать кого-то и Дух снова не допустил и тогда ночью видения приди к нам и спасти нас сегодня этот македонский крик над всем миром слышится придите и помогите нам мы ничего о Боге не знаем сколько сект насчитывает больше 20 тысяч каждую неделю рождается несколько сект а я никому не принадлежу никакой конфессии никакой динаминации запомните этих слов нет в Библии это дьявол прикрыл слово ересь есть вера Христова и есть все остальное ереси где нет истинного рукоположения от апостольских времен нет эпископата по непрерывной хератонии священства нет третьего вида благодати как говорит об этом Феофан Затворник первое это благодать призывающая мы даже не в храмах к Богу а потом уже когда умер можно и в храм прийти увидеть вторая благодать обращающая только от Бога и третья освящающая алтарь священства литургия да даст Господь его разуметь нам строго взвелить на себя где прибыль у баптистов поется один стих такой не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти хоть одну хотел бы душу с ног один в руках нести православным это не запрещено у нас если дети ходят только одно только бы он в мир не ушел а у сектантов не так они не знают куда в школе от них деться он детям на перемене говорит о Боге что ведут себя неправильно чем это все закончится а ему всего 10 лет у нас 10 лет священников еще я никому не говорю а то мало ли еще будет скажу не так поэтому оглашенные изведите священники уже начали выбрасывать они не знают кто такие оглашенные нам Господь позволил это сделать оглашенные не погруженные в полное погружение они стоят там тронут бороду стоят там в притворе и так додаст Господь уразуметь какими талантами наградил нас талантом ревности талантом уразумевать слово Божие это одинаково для всех талантом нести это слово чтобы люди услышав обращались ко Христу ему слава вовеки веков аминь 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 божие талантом аминь 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 что еще пьете на трапезу все идем Слава тебе Боже! 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 И ныне пресные молитвы, любого гейм, предстательство христиан, и постыдное ходатайство, как в отцу не преложное, не презри грешных молений, гласы на предворьях, облагая на помощь наследно замужщики, ускори на молитву и почисти на моления, предстательствующий пресно Богородица, и сочетующих тян. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава от Своего Сына и Святого Духу, и ныне пресные молитвы, любого гейм, честнейшую хирург, и славненшую без сравнения серафим, для застрения Богослового Рожьего Иисусу, и Богородица, и обличая именем Господнем, благослови его честь. Повица без святых, Отец нашим, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Благословение Господне на вас, как во благодати человека любви, всегда, ныне пресно, и во веки веков. Аминь. Следующая молитва в храме будет у нас в четверг вечером, пятницу, двуднадцатый праздник, Рождество Пресвятые Богородицы, а в субботу, Яким и Анна. Они все Господи. Продолжение следует...